Получать знания – задача ученика. От задачи папы и мам – создать для него рабочее место и приобрести все необходимое. Но не все родители в силу разных обстоятельств с этим справляются. В этих случаях помогает акция «Собери ребенка в школу». Ее организаторы – сотрудники Центра социального обслуживания населения. Благотворителями выступают местные предприниматели и горожане. Благодаря им все ребята готовы к школе. Тему продолжит Альмира Новоселова. Помочь таким же, как они, ребятам решили ученики четвертого класса первой школы. У девочек и мальчиков на столе лежат красивые пеналы и тетради. Они прекрасно понимают, что учиться без них невозможно. Поэтому после предложения классного руководителя сделать доброе дело, дружно решили откликнуться. Мы помогаем, потому что в школе надо обязательно все покупать, потому что если у нас что-то нет, мы никак не можем учиться без этого. Я считаю, что у каждого ребенка в нашем округе, а также в стране должно быть образование. И даже если у него нет денег, то любая акция должна ему в этом помочь. Я хотел поучаствовать в акции, потому что хочу сделать кому-то добро. И чтобы у каждого были принадлежности в пакетиках. Мы собирали линейки, ножницы, карандаши, ручки, пеналы. Я приняла участие, чтобы все дети были образованными, чтобы мир стал лучше. Лабытнанские предприниматели часто выступают меценатами. Сегодня за их отзывчивое сердце сотрудники Центра соцобслуживания выражают им благодарность. Я сама мама, у меня тоже ребенок. И невозможно отказать, особенно когда понимаешь, что ситуации в жизни разные бывают, и семьи разные. Слова благодарности услышал и бизнесмен Рашат Алиев. Он также часто помогает, чем может. Считает, что совершать добрые дела должен каждый. В этом году решил сам позвонить и знал, что каждый год бывают такие помощи к первому сентябрю многодетним семьям. Решил сам позвонить и узнать. И так получилось, что понадобился помощь. И сделал свое доброе. Благотворителями выступили три предпринимателя, члены комиссии по делам несовершеннолетних и ученики четвертого класса. Это разного возраста люди, которых объединяет одно – желание помочь. Сегодня мы хотели бы поблагодарить наших благотворителей, пожелать им здоровья, процветания в бизнесу и успеха в делах. Пусть дети в нашем городе растут и воспитываются в любви и заботе. Общими усилиями благотворителей в школу собраны 52 лабытнанских ребенка. В год добра такая помощь особенно символична.